Даня Милохин признался, что его бесит Саша Стоун. Катя Гулышева попала в больницу в первый день отдыха. Лиану выгнали из Дрим Тима. Катя Адушкина не собирается слушать фанатов, а Мию Бойку обвинили в плагиате Ани Покров. Всем привет! Это канал ОК Блогер, и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Мия Бойка на днях отправилась в Стамбул, чтобы отдохнуть и насладиться красотой этого города. В процессе она согласилась провести несколько фотосессий в популярных туристических локациях. Одной из них стала крыша с небольшим куполом, куда певица выбегает в роскошном чёрном платье с большим шлейфом. Ролик же всем напомнил точно такое же видео, как у Ани Покров, когда девушка ездила туда летом, чтобы найти Серкана Балата. Они лишь отличаются цветом платья, наложенной музыкой и немного обстановкой. Претензии о плагиате моментально стали поступать Мии в директы в отметках, на что она попросила Аню успокоить фанаток. А после объяснила, что это одна из стандартных экскурсий с фотосетом и сделать там что-то кардинально новое невозможно. Там есть женщина-фотограф, её зовут Саша, она фотографирует и туристов, и звёзд. И эти платья принадлежат ей. И она их привозит на съёмку, потому что, как правило, мы с собой такие длинные платья не возим, потому что мы их тупо не возим. А это красивое платье подходит только именно для этой съёмки. В общем, она дала платье Ане и дала его мне. Какие претензии могут быть ко мне лично? Мия также недавно успела понять, что ей надоели короткие волосы и совершенно не нравится прическа, которую она сделала перед выходом трека «Гагарин». Сейчас она везде носит парики и ждёт, когда отрастут натуральные волосы. Выглядят они, кстати, вот так. Это одна из немногочисленных фоток девушки, по которой можно узнать, что Бойка раньше была блондинкой. Диана Астер тоже не удержалась от смены прически и после финальных съёмок в сериале рубанула себе корешку. Она давно этого хотела, но итоговым результатом не очень довольна. Ей намного привычнее ходить с большой длиной, поэтому Ди теперь ждёт, когда они отрастут обратно. Даша Дошик выпустила большой ролик с ответами на вопросы подписчиков. Большинство из них были связаны с личной жизнью и её молодым человеком Никитой. Он редко появляется в историях и в роликах тиктокершей из-за своей стеснительности, но Даша мечтает когда-нибудь снять с ним большое совместное видео. Вместе они достаточно долго и, несмотря на юный возраст, периодически задумываются о свадьбе. Но в то же время понимают, что это в их отношениях ничего не изменит, поэтому не торопятся с таким шагом. Отвечая же на вопрос о первом поцелуе, Даша поставила точку в спорах, сколько же ей на самом деле лет. В интернете куча вариантов, а Гугл выдаёт 2001 год рождения, хотя это не совсем так. По словам блогерши, впервые она поцеловалась в 15 лет, что было 3 года назад. Мне было, ну вот 3 года назад, а сколько мне 3... А в 15 лет у меня был первый поцелуй. Так мало? Ну да. Ну и проведя несложные подсчёты, получается ей действительно 18 лет. В фотках к дню рождения она не для красоты разместила на торте эту цифру. Даша также призналась, что главная её цель в блогерстве не просто снимать кучу видео для тиктока и дурачиться на камеру. Ей также хочется когда-то стоять на большой сцене перед огромной публикой. Быть супер популярной, иметь огромное количество фанатов, чтобы я выходила на сцену. Вы готовы? Тут сразу закрадываются мысли, что она собирается начать петь, хотя ранее говорила, что не умеет этого делать. Помочь же в этом сможет её друг Рахим, который за 2 года понял большинство нюансов музыкальной сферы. Поэтому будем следить, куда карьера Дошика в итоге повернётся. Катя Адушкина впервые затронула весь негатив, который свалился в момент признания, что она сошлась со своим бывшим Сержем Шамайчем. С появлением первых фоток ей сразу же напомнили слова, «Я не буду больше выносить свою личную жизнь на публику». Сначала Катя хотелось резко всем ответить, но потом она поняла, что это бессмысленно. Мне кажется, что среди этих комментаторов нет ни единого человека, у кого самого не было бы таких неоднозначных ситуаций в отношениях. Проблем, несостыковок, внутренних конфликтов и сложных чувств. «Все мы люди, у всех всё случается и бывает. Единственное, что я могу сказать, всегда слушайте своё сердце и чувства. Иногда они подскажут гораздо лучше, чем разум и рациональность». Никоглай в последнее время сильно подзабил на регулярность стримов, иногда подрубая бурмалду для заработка, пока Твич её окончательно не запретил. Коля честно признался, что у него нет уже той мотивации делать потоки с развлекательным контентом и ближе в этой ситуации Ютуб. Сейчас он будет заниматься созданием роликов для платформы и вчера как раз прошли первые съёмки в необычных образах. «Говорили мне, Колян, там, ролик на Ютуб, когда снимаешь? Посмотрите, ребята, посмотрите на меня, посмотрите, всё, снимают. Посмотрите, как я похож на маньяка, посмотрите. Вот этот маньяк. Если дети есть у экрана, не смотрите». Коля стал тем самым сыном маминой подруги с первой парты, а также с ним снялся вот этот молодой человек, в котором не все узнают Даню Милохина. Я сам это понял, только обратив внимание на брекеты. Чему же будет посвящено видео, пока непонятно, но учитывая качество последнего мини-фильма Коли, можно ждать что-то действительно интересное. Утром перед съёмками Даня ещё неожиданно заявил в историях, что его бесит Саша Стоун. Он использовал какую-то мутную фотку и сделал это без каких-либо причин, что навевает на мысли о его участии в каком-то шоу. В выпуске «Ты меня знаешь с Катюшей» парень говорил, что Стоун его поначалу бесил, но потом раскрылся и он стал относиться к нему нейтрально. Возможно, на этом решили сыграть ведущие, дав задание с провокационным посылом. Некоторые зрители также думают, что Даня ревнует Валю, хотя эта версия выглядит слабовато на фоне первой. Да и Сашина сова коллеги никак не отреагировал, наверняка понимая, что написано о ней не всерьёз. Лиану выгнали из Дрим Тима. Это, к счастью, не реальность, а всего лишь сон девушки, который она приняла в заправду и, проснувшись, даже расплакалась. Обычно наши сны бывают максимально бредовыми и построены мозгом на основе всех переживаний, которые касаются человека за определённый промежуток времени. Лиана как раз давно не виделась с ребятами и наверняка периодически закрадываются мысли, что Дрим Тим развалится. А тут ещё намешались воспоминания школьных времён со строгим директором, который часто её отчитывал. Мне приснилось, что директор моей школы, в которой я училась, выгнал меня из Дрим Тим. Я не знаю, как это сопоставилось, но я помню точно, что он на меня орал всё время, кричал «Сулайманова, пошла вон!» Когда я сидела на информатике, он меня выгнал из Дрим Тима. Я из-за этого плакала. Написала всем, и все мне писали, и я ещё больше плакала. Девочки хайпхауса после многочасового перелёта оказались в Египте. В аэропорту их встречали с табличкой и на отдельном микроавтобусе доставили в один из лучших отелей страны. На ресепшене предложили шампанское, а после отвезли в шикарную большую виллу, в которой они проведут следующую неделю. Но нужно понимать, что на всё это они потратились не сами, так как им предложили отпуск по бартеру. Почти в каждой истории отмечен аккаунт отеля, и если перейти по локации, это то самое место, где недавно отдыхали Димас и Аня и Щук. Кате же Голышева остаётся Катей Голышевой, которая в первый же день попала в передрягу. Если помните, точно так же в Бразилии при первом купании её ужалила медуза, из-за чего она мучилась весь оставшийся отпуск. Тут похожая ситуация, но в этот раз Катя неудачно приземлилась, прыгая на батуте, вырвав ноготь практически под корень. Из-за сильных болей они сразу же отправились в больницу, где всё обработали, а после удалили его, так как надеяться, что всё срастётся, нет смысла. Теперь Кате нужно ежедневно менять повязки, а новая пластина начнёт расти только через месяц. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале. Увидимся уже совсем скоро!